Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно, если там находились, а вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», то я хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неоносовским режимом в Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. Добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами. Но, что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета, они начали уже предварительное расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Это здесь нет никаких сомнений. Посмотрим о том, что скажут следователи в ближайшее время. А сейчас проводятся экспертизы, и технические экспертизы, и генетические. На это нужно какое-то время. Продолжение следует...